Магнитогорские сводки ГИБДД снова напоминают военные хроники. Как свидетельствует статистика, в последнее время в городе увеличилось число сбитых пешеходов. Причем, как правило, виновниками этих ДТП становятся водители. Так накануне под колесами автобуса оказалась 30-летняя женщина. С подробностями Павел Берсенев. Это дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 1 августа. Напротив дома номер 1 по проспекту Ленина. Женщина 1986 года рождения перебегала проезжую часть по пешеходному переходу. В это время в сторону автовокзала ехал автобус Kia Grand Bird. Водитель 1961 года возвращался с заказного выезда. Все обстоятельства случившегося далее еще предстоит выяснить, однако факт остается фактом. Женщине перейти дорогу так и не удалось. Она была сбитым многотонным транспортным средством и с тяжелейшими травмами была доставлена в центральную медико-санитарную часть. Сразу у нее была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма и тупая травма живота. В результате обследования выявлена была внутричерепная гематома и разрыв с селезенкой, с внутрибрюшным кровотечением. В эксенном порядке она оперирована. Оперирована двумя бригадами. Это нейрохирурги и общие хирурги, которые оперировали тупую травму живота. На настоящий момент пациентка жива, но находится в крайне тяжелом состоянии. На искусственной вентиляции легких, без сознания, в коме. Самое печальное, что подобными ДТП в Магнитогорске уже никого не удивишь. Статистика такова, что складывается впечатление, будто водители и пешеходы объявили друг другу войну. Иначе происходящее на дорогах нашего города никак не объяснить. Процент наезда на пешеходов на территорию города Магнитогорска в сравнении с другими нарушениями правил дорожного движения является самым высоким в Российской Федерации. Составляет более 50% от всех видов нарушений. Причем чаще всего местом таких происшествий становятся нерегулируемые пешеходные переходы. А значит, даже соблюдая все правила дорожного движения, нельзя до конца быть уверенным в собственной безопасности. Напротив, следует всегда быть начеку. В связи с участившимися случаями наезда на пешеходов в зоне нерегулируемых пешеходных переходов, обращаемся к пешеходам, что если вы переходите проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, необходимо убедиться в безопасности, а также оценить расстояние до приближающегося транспортного средства и его скорости. Только полностью убедившись в безопасности, можно выходить на проезжую часть дороги. А также обращаем внимание, что чаще всего наезды совершаются на участках дороги, где движение организовано в 2 и 3 полосы. Павел Берсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН